Про войну в Украине сложно собрать информацию, но достоверно понятно с ней одно. Никакого Блицкрига не вышло, никаких города быстро не захватили, потери очень большие, даже по официальным данным они за неделю выше, чем в любой другой войне нашей страны со времен Второй мировой. Ну а уж реально это совсем. Наша экономика раздавлена, привычная жизнь миллионов граждан по факту отменяется, уровень жизни в самое ближайшее время улетит назад лет на 30-40. У Владимира Путина не видно никаких выходов из этой ситуации. Он не выиграл и, похоже, не выиграет войну. Совершена масса военных преступлений, погибли мирные люди, погибли украинские и российские солдаты, погибли в совершенно ненужной, бессмысленной войне, которая была начата только из-за тараканов в голове у одного человека. У Путина лично и у его окружения нет никакого будущего. Что может произойти дальше? Куда может эскалировать ситуация с точки зрения Путина? Так как в голове у него спасение русских от геноцида и продолжение войны с фашизмом почти как в 44-м году, в отставку он вряд ли уйдет. Ход для эскалации у него один – устроить ядерную войну. Очень скоро перед Путиным встанет выбор – уйти в отставку или ударить ядерным оружием по Украине, либо по одной из стран НАТО, чтобы заставить тех пойти на переговоры. С высокой вероятностью это приведет к ответным ядерным ударам, в том числе по российским городам. Поэтому сегодня я хочу с вами поговорить о том, что делать, если в вашем городе произошел ядерный взрыв. Когда начинаешь обсуждать эту тему, люди начинают просто нервно шутить. Ну а если нервно отшутиться не получается, то отказываются это всерьез обсуждать и закрывают вопрос высказыванием, что, мол, все равно мы все умрем в таком случае, настанет конец света, какая-нибудь ядерная зима и все-чего типа того. Но на самом деле обсудить тут есть чего. Даже в городах, куда непосредственно попадет ядерная бомба, умрет около 60% жителей, и вы, если будете вести себя правильно, вполне можете быть среди тех, кто выживет и даже не потеряет свое здоровье, ну или несерьезно потеряет. Так что сегодня мы вместе с вами почитаем статью из журнала «Популярная механика» о том, как вести себя при ядерном взрыве. Я обычно у себя на ютубе читать вышедшие статьи в других местах не люблю, и у нас все материалы оригинальные, но в данном случае лучше не напишешь. Прежде чем мы перейдем к самой инструкции по действиям в случае ядерной войны, давайте немного обсудим новости, которые были вчера. За ночь случилось два главных события. Российские войска ведут бой в районе крупнейшей атомной электростанции Европы, Запорожской, это во-первых. И свалилась еще пачка блокировок на российский интернет во-вторых. Начнем со второго, с блокировок. Абсолютно ожидаемыми стали блокировки «Медузы», «Би-Би-Си», «Дойче Веле», «Радио Свобода» и «Фейсбука». По всей видимости, ютуб тоже скоро на очереди, так что скорее ставьте VPN. Фейсбук фактически не работал без VPN уже несколько дней, а последние крупные источники независимой информации уже после блокировки дождя и эхо Москвы были под настолько очевидным ударом, что лишь самые наивные люди могли рассчитывать на доступ к ним без обхода в ближайшие дни. Это было очевидно и неизбежно, едва стало понятно, что дела на фронте идут очень плохо, и все происходящее в меньшей степени похоже на блицкрик и спецоперацию. Это у нас сейчас похоже на тяжелейшую затяжную войну. Это похоже на Чечню, умноженную в десятки раз. Это похоже на неподготовленных солдат, вынужденных сражаться с мотивированным противником на враждебной территории. И тем это все на самом деле и оказалось. Мы не можем подтвердить или опровергнуть данные обеих сторон, но столь пожарная работа с любой независимой информацией идет только со стороны России. Это косвенно подтверждает украинские данные о состоянии дел в армии вторжения. Видимо, все действительно очень плохо. Если бы это было все не так, если бы это не была попытка спасти мораль войск и общественное мнение от ужасов реальной войны, если бы это был просто акт военной цензуры, совершенно ничто не мешало дернуть рубильник накануне. Ну, до войны. Но дернули сейчас. В разгар войны российская власть сделала буквально то, чего всегда избегала. Резко и крайне негативно вмешалась в жизнь миллионов граждан. Эти граждане теперь не только увидят совсем иные ценники на все. Не только закрытые магазины, исчезнувшие товары и очереди. Но многие просто лишатся работы. Но еще и их бытовая жизнь сделает откат далеко назад. Бомбы, которые падают на значительном расстоянии, наверное, можно как-то пытаться игнорировать. Можно не знать о раненых, погибших и пленных. Но нельзя не заметить, что отменилась фактически вся авиация. Кинотеатром нечего показывать. Сначала отрубилась оплата телефоном, а следом и критическое обновление для банковского приложения не может пролететь. И оно перестает работать. Да, можно сидеть только в одноклассниках, смотреть только Киселева и верить Владимиру Путину. Но нельзя не заметить, что мир вокруг тебя в твоем кармане, на твоей руке в виде часов, на стене, в форме телевизора. Сильно изменился буквально за три дня в радикально худшую сторону. Это, в общем, привычная с 2014 года тактика. Российское правительство в разы усугубляет любое внешнее давление давлением своим внутренним. Но спешка, буквально пожарная спешка, и явно непродуманные последствия для общественного мнения и настроения в стране, сейчас многое нам говорит о тех, кто принимает ныне решения и в каком состоянии они находятся. Задача же была граждан войной по телевизору радовать, а не переносить бомбежки на их образ жизни. Обо всех последствиях принятых мер мы будем говорить завтра, когда последствия станут ясны. В нынешних условиях, друзья, надо помнить, хороший платный VPN не роскошь, а средство передвижения. Просто надо смириться с тем, что на ближайшее время ваш интернет стал на 5-7 долларов дороже, потому что без этого у вас не будет интернета, у вас будет нечто иное. И дело даже не в независимой информации, дело в том, что завтра могут отвалиться критичные для вас сервисы, завтра ваши устройства могут перестать работать. Интернет устроен таким образом, что ковровые блокировки одних ресурсов и сервисов непримерно скажутся на других. На банковских приложениях, на вашей рабочей почте, на чем угодно. Вы просто будете встречаться с неожиданными и критическими отказами. VPN уже не панацея, но с ним это время будет пережить сильно проще, чем без него. Мы решили сделать это видео про перспективу ядерной войны задолго до событий на атомной электростанции, но сейчас оно стало особенно актуальным. Потому что если наша страна совершенно спокойно может вести бои рядом или прям непосредственно на атомной электростанции, то и до ядерной войны дело спокойно может дойти. Поэтому давайте обсудим, как вести себя, если на ваш город упала ядерная бомба. Раздел первый, секунды. Самая продвинутая ядерная боеголовка, с которой может столкнуться жителей России, это американская В-88 мощностью 475 килотонн. Ну, это, конечно, если Путин не сбросит ядерную ракету на какой-нибудь город в России, ну или Украину, но мы обсудим пока американскую все-таки. Оптимальная высота подрыва этой ракеты в случае удара по городам составляет около 1840 метров. Прежде всего появится высотная вспышка. Звук придет с большим опозданием. Увидев вспышку, мешкать не следует. Треть энергии ядерного взрыва доходят до нас как световое и ИК-излучение. Пик его мощности достигается в течение секунды после взрыва. Однако само свечение продолжается более пяти секунд. И если броситься в укрытие сразу, то большая часть излучения вас не заденет. Срочное укрытие или хотя бы пресловутую складку местности стоит выбирать на расстоянии не дальше трех шагов. Так, чтобы попасть сюда одним броском. Лучший вариант спастись от ядерного взрыва спрыгнуть в кювет у дальней от взрыва стороны дороги. В крайнем случае можно просто броситься на землю лицом вниз, головой от взрыва, засунув руки под тело. Если есть купюшон, натяните его на голову прямо в падении. Зимой можно поднять воротник или просто натянуть верхнюю одежду на голову. Чтобы пережить ядерный взрыв, очень важно защитить себя от светового излучения. Для этого используются защитные сооружения и местные предметы, создающие тень. В избежание ожогов следует защитить открытые участки кожи. Оказаться жить в машине, затормозите до полной остановки, поставьте ее на ручник, старайтесь не подниматься выше линии ветрового стекла. Кстати, не забудьте закрыть окна автомобиля. В квартире или в офисе укройтесь под ближайшим столом ниже линии окна, а в крайнем случае повалите его так, чтобы от световых ожогов от ядерного удара защищала столешница. На незащищенных поверхностях кожи излучение V88 способно вызвать сплошные ожоги третьей степени на расстоянии до 9 километров от эпицентра. Это самый дальнобойный поражающий фактор ядерного оружия при воздушном взрыве. А еще и самый коварный. Быстрая гибель нервных клеток притупляет ощущение боли. Не заметив поражения, можно легко коснуться обнаженной части и дополнительно ее повредить. Так что быстро бросаемся куда-нибудь, закрываем открытые части кожи и ждем. Раздел второй. Минуты. Если вы услышали предупреждение гражданской обороны, а оно будет за 5-10 минут и опередит ядерный взрыв, то все должно сложиться заметно лучше для вас. Вы либо доберетесь до убежища, если заранее позаботились узнать, где оно находится, либо добежите до подвала. Это, конечно, если он в вашем доме открыт. По крайней мере, зашторите окна и успеете укрыться. Половина энергии ядерного взрыва уходит в ударную волну. Если вы находитесь к взрыву больше 5 километров, большинство жилых домов обрушатся, хотя бы частично. Обломки дома главная опасность в таком варианте. Из 340 тысяч жителей Хиросимы от взрыва погибло менее 80 тысяч, хотя домов было уничтожено почти 70%. Причина этого проста. Традиционный японский дом с легким деревянным каркасом и бумажными стенами далеко не так опасен. Бетонные же городские скворечники становятся куда менее надежным убежищем. Подвал в этом отношении и место вполне надежное. Житель Хиросимы Эйдзо Номура выжил в подвале, находясь в 170 метрах от эпицентра ядерного взрыва. Поможет подвал и от радиации. Номура, хотя и переболел лучевой болезнью, но прожил еще много десятилетий и умер уже в преклонном возрасте. При этом от лучевой болезни погибали люди, оставшиеся на поверхности и в километре от взрыва. Не исключено, что вход в подвал завалит и вам придется дожидаться помощи несколько дней. Держите на готове воду, закройте окна и щели, чтобы внутрь проникало меньше радиоактивной пыли. По мере увеличения мощности боеголовки зона сплошных разрушений от ядерного взрыва быстро растет, а вот область поражения проникающей радиации расширяется куда медленнее. Гамма-фотоны имеют крайне малую длину волны, поэтому хорошо поглощаются воздухом. Стоит учесть, что чем мощнее боеприпас, тем выше оптимальная высота его подрыва над городом. В Хиросиме это было 600 метров, а для В-88 это цифра втрое больше. Поэтому В-88 даст сильное радиационное поражение в радиусе около 1,3 км от взрыва. Малыш в Хиросиме сработал в радиусе 1,2 км. Разница лишь немногим более 10%, причем на практике доля погибших от лучевой болезни будет даже меньше, чем в 1945 году. Дело в том, что при ядерном взрыве в Хиросиме радиус зоны тяжелых разрушений составил всего лишь 340 метров, то есть, когда разрушено 100% в здании, а средних разрушений, когда разрушается более половина зданий, 1,670 км. А вот от В-88 над Москвой радиус тяжелых разрушений будет 1,1 км, а средних 5,2 км. Едва ли какой-то жилой дом стоит в зоне радиационного поражения, это 1,32 км. В таком положении вы либо в подвале, живые и защищены от радиации, либо уже заведомо погибли под обрушившимся дом. Будем откровенны, в зоне тяжелых разрушений радиация от В-88 лишь умеренно опасна для тех, кто остался в живых. Раздел 3. Часы. Если ядерная война и начнется, то наверняка это будет после какого-то внешнеполитического обострения. Можно, наверное, посмеяться. Дальше еще раз напомню, это текст не мой, а о популярной механике. Он написан до начала этой войны. Вот. Потому что сейчас-то это как-то странно выглядит, но они-то, когда писали, не думали, что тут война начнется такая, как есть. Ну вот, так как мы уже в ситуации, когда вполне возможно ядерная война, то уже пора подозревать самое неприятное и слушать радио. Радио все еще самый надежный метод. Кстати, наладьте себе радио. СМС-оповещения при массовой рассылке по всей стране могут и не справиться, а интернет уж давно не будет работать к тому времени. Ну и так, предположим, вы услышали предупреждение по радио за 5-10 минут. Скажем честно, убежище за постсоветские годы в большинстве деградировали и перестали быть надежными укрытиями. Так что, если после взрыва прошли минуты, а вы оказались неподалеку, и вы еще живы, то, скорее всего, вы находитесь в обычном подвале. Что делать дальше? Оптимальный вариант ничего не делать как минимум сутки. А если есть вода, то желательно несколько дней. Никакой огонь вам, скорее всего, не угрожает. В Хиросиме после ядерного удара свирепствовал настоящий общегородской пожар с огненным смерчем. Но причиной его стали опрокинутые дома из дерева и бумаги, воспламенившиеся от несовершенной электропроводки и открытых хачагов. Наши поврежденные газопроводы могут дать взрывы, пожары нечасто. Бетонные стены, под обломками которых вы будете находиться, не позволят разойтись смерчу. Даже в Нагасаке настоящего общегородского пожара так и не случилось. И все же, есть ли смысл сидеть в подвале днями, чтобы пережить ядерный взрыв? Есть, немалый. Особенно, если вы оказались в Москве. Ведь именно по столице в случае глобального конфликта ударят больше боеголовок, чем по какому-либо другому городу планеты. В Москве расположены ключевые центры управления, прикрытые эффективной противоракетной обороной. Чтобы гарантированно добраться до них, противник вынужден нацеливать множество с запасом. Москва подвергнется множеству ядерных ударов, и какие-то из них наверняка будут наземными, чтобы достать заглубленные убежища для военно-политической верхушки. Энергия таких взрывов быстро поглощается поверхностью земли, что делает их в целом куда менее разрушительными. Фактически ими пользуются лишь для атаки на глубокие защищенные цели. Однако, наземные взрывы создают массу пыли, выпадающей радиоактивными осадками, знаменитым фоллаутом. Именно поэтому стоит посидеть в подвале. Самые тяжелые частицы упадут быстро. К тому же опасные изотопы в них содержащиеся в основном короткоживущие. Уже через 7 часов доза в зоне поражения упадет 10-ти кратно, а через 49 часов в 100 раз. Через 14 дней в 1000. Спустя 14 недель даже в прежней красной зоне можно будет гулять почти без риска для жизни. Так что первые несколько дней после ядерного взрыва лучше остаться в подвале. А если есть вода и еда, то стоит задержаться и на неделе столько, сколько сможете. К этому времени быть может подоспеет и помощь. Большинство из нас увидев вспышку в небе, скорее на что с удивлением на нее глазеть или вообще айфон доставать, а не искать укрытие. Сам случай относительно недавно провел для нас такие мини-учения. Визуально отличить ядерный взрыв от взрыва астероида в атмосфере почти невозможно, они выглядят одинаково. Такой огненный шар разорвался над Челябинском в 2013 году и сопровождался множеством непонимающих взглядов, и вряд ли кто-то бросился при вспышке на землю, закрывая открытые участки кожи. В случае ядерной войны или попадания астероида чуть больше Челябинского, такие любители поглазеть потеряют зрение, чувствительность кожи, лица, а возможно и саму кожу всю свою. Итак, кратко. Что же делать при ядерном взрыве? Срочно спрячьтесь от светового излучения. Если прятаться негде, лягте вниз лицом, ногами в сторону взрыва, защитите открытые участки кожи одеждой. Если есть время укрыться в убежище, бегите туда. По возможности возьмите с собой воду и еду. Это поможет как можно дольше не выходить на зараженную поверхность. Не торопитесь покидать убежище или подвал. Помните, что с каждым днем доза радиации сокращается в разы. Через 14 дней после ядерного взрыва даже в бывшей красной зоне будет относительно безопасно. Добавим немного оптимизма, друзья мои, к этому ролику. Как показывают теоретические модели, значительная часть населения переживет первые ядерные удары по городам. Вопреки историям про радиоактивный пепел, подсчитано, что в Соединенных Штатах выживет под 60% населения. В России в силу большей скучности населения и многоэтажной застройки доли выживших будет чуть меньше. Но все же довольно солидный. Но как же конец света, ядерная зима, голод и полчища мутантов? К сожалению, анализ городского фольклора не входил в задачи авторов той статьи на популярной механике. Поэтому там просто отметили, ядерной зимы на практике не будет. Гипотеза о ней опиралась на предположение об образовании огненных смерчей над городами с зажженными ядерными ударами. С ними сажа может достигать стратосферы выше уровня обычных иглаков и оставаться там годами. Однако сегодня специалисты сходятся на том, что такой сценарий для современного мегаполиса маловероятен. И даже если отдельные огненные смерчи возникнут, их силы не хватит для подъема сажа в стратосферу. А из тропосферы она с осадками упадет вниз за считанные недели и не сможет надолго помешать солнечному свету достигать поверхности планеты. Не стоит ждать и вселенского голода. Погибнут почти исключительно жители городов, то есть потребители, а не производители еды. Заражение полей будет умеренным и локальным, ведь удары не станут наносить по малозаселенной сельской местности. Да и долго живущих изотопов после взрыва атомной бомбы остается довольно мало. Вес делящегося вещества в бомбе слишком невелик. Уже на следующий год после ядерного удара радиация в полях редко где останется заметной угрозой. Существование после начала Третьей мировой войны будет очень тяжелым. Но если вам не посчастливилось умереть после первого удара легко и просто, то придется постараться жить дальше. Вот такими оптимистичными словами заканчивается статья о популярной механике. Такой вот видос пой сегодня. Не вижу я много поводов для оптимизма, кроме как сообщить вам о том, что в случае ядерной войны все-таки не все мы умрем. До завтра! Скачивайте VPN, а то YouTube выключится. Субтитры подогнал «Симон»!